В прошлом раз мы с вами познакомились с длиной рассеяния, которая является как пределом плитуры рассеяния при энергии И выяснили, что длина рассеяния обладает тем свойством, что она не связана с радиусом действия силы, а скорее связана со свойствами С наличием или отсутствием связанного состояния В том случае, когда у вас притяжение, длина рассеяния сначала отрицательна, а при появлении уровня в потенциале первого длина рассеяния меняется и становится положительной Ну и чем энергия уровня меньше, как мы увидим сейчас, тем больше будет длина рассеяния по абсолютной величине Значит, теперь давайте немножко уточним наше описание, чтобы, может быть, отойти немножко от k, равного нулю По-прежнему мы будем рассматривать только S-волну И тогда давайте вспомним условия унитарности, которые мы писали в прошлый раз То есть, что унитарная часть амплитуды рассеяния вперед Есть k делить на 4g на сечение Значит, мы рассматриваемся нейтрон-протонное рассеяние Ну или там, ну, уклон-уклонное рассеяние при малых энергиях Поэтому неукругих каналов нет Поэтому все сечение только здесь Сечение упругое Полное сечение совпадает с упругими Теперь, если у вас только одна S-волна Т равная нулю рассеяния То сигма Во-первых, здесь тогда зависимости от углов нет И сигма равна 4bf2 И тогда это соотношение принимает вид такой Что мнимая часть f Вот этой амплитуды Равняется k умножить на f по 0 в квадрате Значит, давайте разделим величину Вот это на f по 0 в квадрате И перепишем в таком виде Мнимая часть f поделить на f по 0 в квадрате Равняется k Теперь, вот это выражение, как легко видеть Это есть минус Минус Мнимая часть От единицы на f Мнимая часть от единицы на f Со знаком минус Это есть как раз от мнимой части f поделить на f по 0 в квадрате Но это элементарно Если вы здесь умножите обе части на f сопряженное То вы прямо получите вот это соотношение Вверх числитель и знаменатель Ну тогда мы видим Что общий вид Сейчас мы можем установить общий вид амплитуды f То есть мнимая часть У вас определена однозначно Вот это соотношение Во мнимую часть Или это однозначно Ну и тогда f Общий вид амплитуды f Может быть такой Это есть Так, тут минус надо писать или не надо Сейчас я посмотрю Да, не надо минус писать Значит давайте написать что f это есть единица Поделить на g минус 2k Где g это некоторая функция от k g это некоторая функция от k И это справедливо при всех k Для всех энергий Ну и это не только для s волны Это для любой порциальной волны Потому что здесь будет стоять в общем виде Здесь будет стоять показатель l И здесь функция будет l Тем не менее мнимая часть По-прежнему остается так очень Да, теперь если мы вспомним Что f есть Оно связано с фазой рассеяния Как е в степени 2 И дельта минус 1 Поделить на 2 и k То тогда отсюда подставить вот это выражение Нужно найти g И для g мы получим простой вид Что g равно k на катангель с дельта Решив это уравнение И явным образом Получим вот такое простое соотношение Что g есть k катангель с дельта Ну если вспомнить Ну если вспомнить что дельта При малых k Пропорционально k в степени 2 Или плюс 1 То тогда При малых k К катангель с малой величиной То есть единица на дельта И мы видим что это Пропорциональная единица На k в степени 2l На k в степени 2l Ну и для l равного нулю Ну это при k Примечность 0 Ну и для l равного нулю Это g l Здесь l до l Вот А для s волны Мы получаем Легко видеть Что поскольку f есть f есть минус a То тогда На s волны Мы получаем Что g Равно Минус Единица На a В пределе k Стремящимся к нему То есть там Примечность 0 Константа Эта константа Есть как раз Обратная длина рассеяния Со знаком минус Ну и тогда Мы получаем Замечательное соотношение Что амплитуда Рассеяния f Равна Единица При малых энергиях k стремится к нулю Здесь будет стоять Минус Единица На a Плюс k Ну и вот смотрите Если a у вас велико А стремится к бесконечности То единица на a Вот здесь маленькая Личина стоит Поэтому даже когда k стремится к нулю Может случиться Что даже При очень малых k У вас k a Может быть Порядка единицы Поэтому здесь Вот эти два швена В такой ситуации Надо удерживать В такой ситуации Надо удерживать В такой ситуации Теперь что еще мы здесь видим Мы видим что у нас У нас Имеется Полюс Пока В амплитуде Рассеяния Полюс Пока Ну и Что означает этот полюс Этот полюс Означает Что там Проаналитические свойства Амплитуды Рассеяния Что-то вы Уже слышали Или нет 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 Еще Да Ну вот Полюс Означает Что у вас Аплитуда имеют полюса Там где есть связанные Состояния Если у вас А Больше Нуля То есть В нижней полуплоскости На нижней оси Нимой оси Полюс Если А положительно Да Ну и теперь смотрите Если мы напишем Сечение То оно будет 4П Укругая Напряжка По модулям квадратии Это есть 4П Единица Поделить Единица А квадрат Плюс К квадрат Ну а если К квадрат Мы вспомним Что Энергия Е Есть К квадрат Ну в нашем случае Если Ну так На 2М Где М Надо Получить М Это приведенная масса Это переписывается В таком виде Что это есть 2П H квадрат Поделить На М А здесь Это единица Тут стоит Модуль Я напишу Эпсилон Плюс Эпсилон Плюс Эпсилон Эпсилон Модуль Эпсилон Есть H квадрат На 2М А квадрат Только Тут Надо еще написать H квадрат H квадрат На 2М А квадрат H квадрат Ну и вот В случае Когда у вас Длина рассеяния Положительная То Вот Этой 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 Случа Этой Этой Составляет порядка 70 кВ. 70 кВ. Для ядерных масштабов Элечина очень маленькая. Так вот Смысл в этой энергии есть. И все равно Смотрите Сечение ведет себя очень резко Умывает То есть видите тут Е Резкая Этой Этой Но в таком случае говорят, что имеется виртуальный уровень. В этом случае есть виртуальный уровень. Виртуальный в том смысле, что он не существует как связанное состояние, но проявляется в рассеянии, но он еще не появился, он еще сверху лежит, он не связан, но он уже близко к нулю, и это проявляется в резкой зависимости сечения от энергии вблизи нуля. И если углубить явно, притяжение углубить, то он уйдет вниз довольно быстро. То есть не хватает для того, чтобы было в симпретном состоянии, совсем немножко не хватает ядерных сил, чтобы сделать связанное состояние и в симпретном случае. Тогда у нас было два разных петельера. Один со спином единиц, а другой со спином ноль, с ядерным спином. В данном случае связанного состояния нет, но есть виртуальный уровень. Есть виртуальный уровень. Так, теперь смотрите, ну вот понятно, что это первое приближение. Когда вот эта функция G, поскольку она четная функция, то вообще можно это приближение немножко улучшить. и ввести еще один параметр. Вот здесь параметр A, здесь не линия сечения. Можно ввести параметр, который называется эффективный радиус. И написать, что же от K есть минус и их цена, плюс одна вторая. Эр ноль его обычно обозначает. И ноль как квадрат. Первое, чем разложение по K. Второе, чем вернее. Первая степень, как квадрат. Вот это Эр ноль носит название эффективного эффективный эффективный ну и в данном случае в случае рассеяния нейтрона на протоне у вас есть два эффективных радиуса, как две дни рассеяния в составе триплетном, когда у вас спины спин полный равен единице и в синкретном, когда спин равен нулю. Значит, для триплетного случая у вас R R0 триплетное равно 1,7 ферми а для синкретного случая R0 синкретное он равен 2,7 2,7 ферми Значит, если использовать вот это выражение то есть сюда еще подставить там минус 1,2 R0 на квадрат и здесь найти положение полюса то тогда у вас энергия связи электрона воспроизводится более точным более точным в этом просто подставить поскольку энергия связи электрона она всего лишь составляет 2 вот эпсилон электрон энергия связи есть минус 2,225 ну и по этой формуле получается немножко больше энергия связи ну а если учесть второй эффективный радиус тогда он получается близким к этому экспериментальному значению вот ну вот это собственно то что мы можем сказать про рассеяние при низких энергиях то есть мы выясняем здесь есть ли у вас связанные состояния определяем знак рыбного рассеяния если это возможно мы в прошлый раз обсуждали как это можно сделать для нейтрона рассеяния нейтрона на молекуле водорода на молекуле либо портоводорода либо пароводорода в этом случае у вас сечение получается разные и отсюда можно относительный знак вот этих двумя рассеяния определить так дальше теперь ну если вы идете в более высокие энергии у вас начинают высшие орбитальные моменты давать вклад рассеяние начинает там P волна D волна F волна и так далее вот в этом случае у вас у вас еще есть надо помнить что у вас есть спин ну и вы знаете что если есть спин то даже при движении в центральном поле при при отсутствии явных сил зависящих от спина у вас есть спин орбитальное взаимодействие это реликвидская поправка есть спин орбитальное взаимодействие поэтому да в ядре оказывается спин орбитальное взаимодействие гораздо сильнее чем в атоме по причине которую я немножко скажу позже когда будем обсуждать свойства явных сил вот но тогда возникает вопрос а как идет рассеяние в случае когда есть спин орбитальное взаимодействие и какие эффекты при этом могут появиться значит в случае когда есть у вас спин орбитальное взаимодействие то при рассеянии давайте будем рассматривать просто рассеяние частицы со спином на 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 каком-то поле центральном на поле центральном ну в этом случае рассеяние у вас может вот пускай частицу у которой спин имеет определенную проекцию на проекцию там скажем равную какому-то любому при рассеянии у вас эта проекция может не измениться остаться старой а может спин перевернуться если спина одна вторая то он может перевернуться то есть это означает что у вас амплитуда становится уже матрицей по проекции амплитуды рассеяния и в этом случае значит тогда если у вас было состояние спином хи мю какой-то отличающий определенные проекции мю равных плюс одна вторая или минус одна вторая или частицы со спином одна вторая то при рассеянии то при рассеянии у вас может произойти изменение спина и вы получите хи мю которая может отличаться если у вас р не диагонально то у вас может отличаться проекция спина рассеянной частицы от проекции спина частицы которая не рассеивается ну это означает что вообще говоря в этом случае если у вас есть пучок неполяризованных частиц то есть у вас где вероятность обеи проекции например одинаковые равны 1 и 2 то после рассеяния из-за того что есть вот эти недиагональные элементы у вас может появиться поляризация то есть пучок рассеянных частиц будет поляризован означает что там какая-то проекция будет доминировать вот поэтому может в результате рассеяния появиться поляризация ну и поэтому надо теперь рассмотреть как описывать рассеяние вот в нашем формализме при наличии вот этого спиноорбитального взаимодействия когда есть спиноорбитальное взаимодействие то как вы помните у вас орбитальный момент сам не сохраняется спин тоже не сохраняется но зато сохраняется полный момент G который есть L плюс S ну мы будем всегда рассматривать спин одну вторую для простоты чтобы не усложнять ну и тогда значит вы должны указывать есть да когда S одна вторая то одно и то же G может отвечать разным L разным L L плюс одна вторая L минус одна вторая если L на единичку эту часть они могут дать одинаковое G ну и это означает что у вас фаза растения фаза лавраниальной ломовой функции она будет зависеть от двух индексов от L и от G L это значит обычный орбитальный момент а G вам будет говорить как он складывается как спин складывается с орбитальным моментом какой он дает вершину полного момента G D L G ну и соответственно S матрица тоже будет иметь два индекса я в степени два три дельта L G ну и давайте мы поскольку G принимает значение только L плюс одна вторая и L минус одна вторая при сложении момента давайте мы прямо будем обозначать их вот вот так дельта L чтобы упростить обозначение G равное L плюс минус одна вторая будем писать просто если есть дельта здесь вот плюс минус L то есть просто вместо того чтобы указывать явно G мы просто будем писать знак плюс или минус плюс это означает что G равно L плюс одна вторая и G равно L минус одна или минус одна вторая ну теперь надо значит у вас тогда рассеяние идет с полным моментом G и амплитуду рассеяния будет давать вклад скажем если G равно L плюс одна вторая то будет давать стоять S плюс L минус единица в амплитуде рассеяния а в рассеянии с G равным L минус одна вторая будет стоять S минус L минус единица вот так ну и теперь надо эти два случая как-то разделять чтобы их разделить удобно ввести такой формальный прием ввести проекционный оператор проекционный оператор это оператор который будет проектировать ваше состояние произвольное на состояние либо С на состояние с G равным L плюс одна вторая либо на состояние с G равным L минус одна вторая для того чтобы построить этот проекционный оператор мы давайте вспомним чему равно произведение L умножить на S операторное значит оно вычисляется из соотношения что G равняется L плюс S если вы разведете в квадрат то вы получите что L равняется 2 L равняется G на G плюс 1 минус L на L плюс 1 минус 3 четверти так удобно в этом случае работать не со спином а с матрицы Пауэлл Сима которая есть 2 с 2 метр 2 с ну и тогда мы получаем что L сима равно J на J плюс 1 минус L на S плюс 1 минус 3 четвертых 3 четвертых 3 четвертых квадрат так ну и теперь чему оно равно чему оно равно если G равно L плюс 1 вторая то это равно значит L плюс 1 вторая L плюс L плюс 1 вторая плюс 3 вторых 1 вторая умножить на 3 вторых сократить вот это дальше здесь будет стоять линейные парни шлены здесь будет 1 вторая умножить на L эту и 3 вторых умножить на L эту это будет 2L а тут L в первой степени одно и сократится и получится устава квадрат только равно L если G равняется L плюс 1 вторая ну а если G равняется L минус 1 вторая то тут будет стоять L квадрат минус 1 вторая и тогда здесь какие-нибудь шлены остается по L и тут 3 четвертых да еще одна четвертая будет минус L минус 1 до случая G равно L минус 1 вторая ну знак естественный совершенно потому что когда G равняется L плюс 1 вторая то он должен быть параллельным грубо говоря а когда G равняется L минус 1 вторая то они складываются антипараллельно поэтому произведение это равно отрицательное ну вот теперь легко построить оператор который проектирует на состояние с L плюс 1 вторая значит давайте мы с L плюс L это 10 ну L плюс 1 плюс L сигма я должен отметить что это еще оператор ну и поделить на 2 L плюс 1 значит если у вас состояние имеет спин полный момент L минус 1 вторая то здесь у вас получается 0 а если она имеет спин полный момент L плюс 1 вторая то здесь у вас получается 2 плюс 1 дает 1 вот это проекционный оператор ну и точно так же строим проекционный оператор L минус L это которое есть естественно L минус L сигма на 2 L плюс 1 на 2 L наоборот здесь когда G равняется L плюс 1 вторая то это дает 0 а когда G равняется L минус 1 вторая это снова дает L плюс 2 L плюс 1 1 ну поскольку всего есть две возможности есть прямо видно отсюда что их сумма проекционных операторов плюс L добавить нам минус L это равно единичному оператору а у вас есть всего две возможности поэтому сумма этих возможностей должна быть иметь вероятность единицы ну все а тогда мы можем написать общий вид амплитуды рассеяния а вообще предыдущая для дисциплиновой частицы следующим образом F а это вообще говоря здесь появляется зависимость от F и это выглядит следующим образом это будет единица на два ик сумма по L а это равенную нулю по бесконечности здесь стоит 2 ик плюс 1 а здесь мы должны поставить такую комбинацию здесь стоит S плюс L терминус единица умножить на лямбда L плюс лямбда L плюс 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 S минус Rt минус единица умножить на лямбда Rt минус ну и дальше стоит паренда жандра косинуса Rt вот такой вот мы построили прямо амплитуду у вас работает либо этот член прирост когда состояние имеет J равная плюс 1 вторая или минус 1 вторая вот эти две возможности мы и сложили в амплитуде ну теперь давайте будем раскрывать это выражение раскрывать это выражение подставим вот этот вид лямбда вот эти два и получим вот такое интересное выражение если мы подставим лямбда сюда в том виде то R плюс 1 сократится и F Rt в данном случае будет делиться на 2 Rt естественно останется сумма от R равного 0 до бесконечности так а теперь будет следующее здесь L плюс 1 на S плюс L к минус единица плюс L умножить на L с с умножить на плюс вот такая ромбинация S плюс L минус S минус L умножить на L с и все это действует на на разкульприз с L ну вот значит если мы возьмем ось Z за направление падающей волны если направим ось Z по падающей волне то тогда θ угол рассеян становится полиатрным углом Полярный угол, да Ну, тогда Мы можем уже Что сделать? Мы можем тогда вычислить Действие оператора на вот это L На этот прямом лежат Коль скоро это полярный угол То тогда просто берем Вид оператора В координатном представлении И действуем его сюда И получаем Следующее Значит, я напомню, что у нас L0 Это есть минус и Д подойти Так, и еще удобно Вместо Lx и Ly пользоваться L+, И L- Которые есть Lx Плюс минус и Ly И это есть Е степени Плюс, минус и L Так, а здесь Здесь стоит Плюс, минус D Вот это Это Плюс и Катамбис Это Д Вот это Фи Вот так Так, ну и смотрите Значит, что у нас тут видно Что Поскольку здесь зависит только от полярного угла То Lz вклада не дает А в L плюс и L минус У вас Вот это же не дает вклада А вклада это только вот этот Д по Дфи Д по Дт Ну и с учетом того, что здесь стоит Экспонент От E в степени плюс минус и Фи То можно увидеть, что L на Сигма Есть просто И А тут стоит Сигма Х на Синус И Минус Сигма Сигма Игрек Так, только это еще действует на полярного жандра Так, давайте я это беру Еще здесь надо Написать полярного жандра На ФЛ На косинус Тета И сейчас будет равно 3 Сигма Х на Синус Фи Минус, да? Минус Сигма Игрек На косинус Фи Ну и при ней стоит Дель ФЛ Вклада это Ну, если вы помните свойств преномный жандра То производная ДПЛ по ДТ Это что за функция? Помните такое? Что такое присвятенный преномный жандр? Помните? Это ручная ДПЛ по ДТ Равняется Минус ПЛ1 Косинус Тета Это первый присоединенный преномный жандр Так, теперь А что такое вот это Сглавить? Тут стоит какое-то Что-то вроде Скалярного произведения Вектора Который перпендикулярен оси З Сигма умножается на какой-то вектор Который перпендикулярен оси З Вот эти компоненты Сигма, например Минус Сигма умножается на какой-то вектор Который перпендикулярен оси З Вот И Сигма умножается на какой-то вектор Сигма умножается на какой-то вектор Полярный перпендикулярен оси З Полярный перпендикулярен оси З Сигма умножается на какой-то векторе Сигма умножается на какой-то векторе Который перпендикулярен оси З Сигма умножается на какой-то векторе Который перпендикулярен оси З квадрат совпадают, поэтому получается такой вектор, единичный, естественно, поскольку квадрат его равен единицы. Это вектор, как видите, у вас векторы К и К' определяют плоскость рассеяния. Они определяют плоскость, в которой идет рассеяние. Поэтому всегда, что у вас будет К, и дальше, куда-то пошел К', вот это угол, это рассеяние, это К, ну и тогда вот плоскость, лежащая на этих двух векторах, это называется плоскость рассеяния. Плоскость рассеяния. Ну а ню, вот этот ню вектор, очевидно, это единичный вектор перпендикулярной плоскости рассеяния. Перпендикулярной плоскости рассеяния. Ну и тогда мы видим следующее, что амплитуда рассеяния у нас принимает вот такой уже более простой вид. Если мы ввели вот этот, вот этот самый вектор единичный, то амплитуда рассеяния можно переписать уже в более простом виде, который есть следующее. Я пишу, что оператор, поскольку он по спину является матрицей. Это есть а от тета плюс б, тоже функция только от тета, а вся зависимость от фи содержится вот в этом скалерном произведении. Ню умножить на сигнал. Ню это вектор перпендикулярной плоскости рассеяния. Вектор перпендикулярной плоскости рассеяния. Ну смотрите, сразу я хочу обратить ваше внимание, что этот вид, вообще говоря, можно было бы догадаться. Так что он должен иметь какой-нибудь амплитуду. По какой причине? Посмотрите, у вас, значит, взаимодействие, если сохраняет инвариантность, имеется инвариантность относительно отражения времени и отражения координат, то тогда и амплитуда рассеяния должна быть инвариантность относительно преобразования, относительно инверсии, то есть когда вы меняете равноминусы, и относительно отражения времени. Значит, при инверсии у вас, ну тут тета остается таким же, у вас только там фи меняется. А при инверсии, значит, смотрите, сигма не меняется, это спин, это момент импульса, это аксиальный вектор, поэтому он может быть свернут только с аксиальным вектором каким-то. А у вас есть только два вектора задачи, k и k штрих. Ну и единственный аксиальный вектор, который вы можете построить, это как раз их векторное произведение. Вот. С другой стороны, еще к тому же, и эта величина оказывается и таинвариантной, потому что при отражении времени спин меняет знак, а вектор k на k штрих будет тоже менять знак, просто по той причине, что вы должны начальное и конечное состояние поменять местами. То есть вы должны k и k штрих поменять местами. Поэтому k штрих был в начальном состоянии, а k в конечном. Ну и поэтому вот это произведение тоже поменяет, n тоже поменяет знак. n тоже поменяет знак. Так что вот если вы хотите получить выражение, которое было линейно по спинному, и удовлетворяло требованиям варианности относительно инверсии и отражения времени, то вот этот вид, он единственный. Единственный. Ну и теперь я еще вывешу, что такое а от дета и b от дета. А от дета есть единица на 2 и 2, сумма попрежья, д в равном минимуме бесконечности. Ну и здесь стоит вот эта комбинация r плюс 1 на, ну я напишу здесь, е в степени 2 и delta l плюс, минус единица, прибавить l умножить на е в степени 2 и delta l минус, минус единица. И это умножается все на простой полиномный жанр, pl от cos n. А функция b выглядит так. b от дета есть единица на 2к, здесь стоит сумма по r, е в степени 2 и delta l плюс, минус е в степени 2 и delta l минус. И умножается это на присоединенный полиномный жандр, pl от д от cos n. А вся зависимость от ки содержится до чего как раз вот в этом векторе, 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 векторе плоскости России. Вот такие вот выражения. Ну прям видно отсюда, что если у вас эти две фазы одинаковы, если у вас нет спиноорбитального взаимодействия, которые делают в разном эти фазы, то в этом случае b замуляется и от спино зависимости не появляется. Поэтому только если есть спиноорбитальное взаимодействие, возникает вот этот член. вот этот член. Дальше. вот 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 есть еще интересный предельный случай. интересный предельный случай, про который вы, наверное, еще не говорили, но будете говорить, когда будете смотреть рассеяние ультраэлективистских электронов. В случае, когда энергия, частица ультраэлективистская, то есть когда энергия е, частица, много больше, там, цель квадрат, много больше массы, и массой можно пренебречь, выкинуть ее, то в этом случае у вас частица, она становится безмассовой как бы, и тогда сохраняется спиральность в нее. То есть проекция импульса, проекция спина, проекция спина на импульс. Спиральность при рассеянии должна сохраняться. Сохранение спиральность становится, в общем, практически абсолютным законом в этом пределе. Ну и если спиральность сохраняется, то это что значит? Это значит, что при рассеянии на угол тета спин должен повернуться на тот же самый угол. Тот же самый угол. Это означает, что вот эта амплитуда рассеяния должна быть оператором поворота спина на угол тета. Оператор поворота спина на угол тета. Ну вы знаете, что этот вокруг, там какой оси? А вокруг оси ню, естественно. То в этом случае, значит, оператор поворота есть е в степени и пополам будет ню сигма на тета. Ню сигма на тета. Вот это оператор поворота. Значит у вас это выражение должно быть пропорционально, оператору поворота оператору поворота. Но тогда у вас просто есть соотношение между вот этими двумя функциями, а и b. А и b, это соотношение, оно будет расход. При этом в этом пределе b от тета оказывается равным и умножить на а от тета и на тангенс тета пополам. Вот есть такое соотношение в этом пределе. В этом пределе. Значит я здесь, давайте помечу, что это в случае, когда е много больше 1,2 квадрата. Когда е много больше 1,2 квадрата. Вот в этом случае есть у вас такое соотношение. Так, еще одно интересная ситуация, что если у вас имеется Борновское приближение, можно применимо. Вы уже знакомились с Борновским приближением? В России никогда рассматривались по теории возмущения. В первом порядке теории возмущения. То в Борновском приближении у вас амплитуда, ну она вернется, действительно. 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 И тогда в этом случае коэффициент, коэффициент Б, как видите, он у вас здесь вот стоит и, а здесь нет и. В этом случае у вас коэффициент Б обращается в ноль. Просто потому, что у вас амплитуда действительно, амплитуда действительно, ну амплитуда и облицовский оператор становится при этом. Ну а это мы еще к этому вопросу вернемся, когда будем обсуждать свойства симметрии относительно дорожного движения. Так, ну и теперь смотрите. Значит, вот есть у вас амплитуда. Ну и как видите, у вас амплитуда матрица. Это означает, что по проекциям у вас теперь вот, мы написали, что амплитуда есть матрица. Вот такая. Ну тогда как считать сечение? Сечение. Значит, у нас... Да, давайте мы сейчас перерыв строим. И про сечение мы говорим уже по полному. Ну теперь смотрите, мы имеем амплитуду, которая является матрицей. Поэтому величина Fµ' или Nµ' Ну это есть в данном случае смещение упругого растения, но совершенно в определенном состоянии. когда у вас состояние Mµ переходит в M³. Переходит в M³. То есть начальное состояние было Mµ, конечное состояние стало M³. Конечное M³. Вот это для такого состояния. Теперь, дальше... Дальше, если детектор ваш не меряет состояние вот этих спиновых мюстрихов, то детектор попадает в этом случае в состояние со всеми проекциями спиновых. И с плюс, и с минус. Одна вторая. Поэтому полное сечение в этом случае уже будет. Растение D-сигма по D омега, который будет иметь один индекс мю. И это есть будет сумма по M³. F M³ по 0. Значит вот это прям вот все частицы со всеми проекциями нападают в ваш детектор. Дальше, если у вас пучок вообще не поляризован, то тогда в пучке у вас там с равной вероятностью есть все проекции. Вот эти. Поэтому, на самом деле, тогда вы должны... Вы не знаете, какая проекция рассеялась. Вы должны по нём среднить. И тогда просто для неполеризованного пучка, для 7-мога для омега, будет равна единица на 2s плюс 1. Здесь будет сумма по мю и по мюстрих. Ф мю и по мюстрих. Ну вот эту сумму... Кстати, да, вот эту сумму тоже можно переписать, что это есть... Ф крест умножить на 2s диагональный маточный элемент от произведения. Диагональный маточный элемент от произведения. Потому что f сопряжённая мюстрих мю это есть f крест мюштрих. Поэтому получается вот такое произведение. Ну а теперь, если мы ещё её просуммируем по мю, то у вас получится просто свет. Это и есть свет от f крест f. То есть вы должны перемножить f и f как... f сопряжённая и взять свет. Да, делить на 2s плюс 1. Делить на 2s плюс 1. В случае с тем 1, 2 это будет просто двойка. 1, 2. 1, 2. 1, 2 на свет. Вот это и есть сечение рассеяния. Можно так вот написать неполяризованную частицу. Усерегонные сечения рассеяния. Вот, если теперь подставить вот это сюда, то выражения получаются очень простые. Поскольку линейные по сигма члены имеют нулевой след, то у вас не возникает перекрёстных членов в этом выражении. И сечение в этом случае будет иметь очень простой вид. В нашем случае спина 1, 2 будет просто а от θ по мудру в квадрате плюс b от θ по мудру в квадрате. Все сигма квадрат имеют. Квадрат это идиничный, просто есть единичный оператор. Ну и да, и след единичная пантрица даёт двойку, которая сокращает вот эту двойку от 2s плюс 1. Поэтому просто вот такое уражение для сечения. Теперь, если пучок у вас поляризовывает, что это означает? Это означает, что у вас вот эти вероятности премиум для разных вариантов в пучке различные. В случае не поляризованного пучка, это была одна вторая. Каждая из них. Для поляризованного пучка они будут различные. Ну и тогда вы должны сечение, в случае рассеяния поляризованных частиц, мы должны написать так. Это будет сегма квадрат омега равно сумму по мю. Здесь будет по мю, а тут будет стоять вот это самое крест. Крест умножить на f, мю т, мю т. Ну, в этом случае, в этом случае, значит, получается ответ следующий. Следующий ответ. Здесь уже у вас, поскольку нет следа, то сумма, помимо вот этой матрицы, от линейной, будет отличного нуля. Квадрат по-прежнему даст единицу. И поэтому, значит, тут получится сначала вот то, что было для неполяризованной частиц. Это квадрат одной плюс квадрат другой. А еще выйдет следующее. Удвоенная реальная часть произведения. А сопряженная умножить на f, а тут будет стоять ню умноженное на некий вектор f, который есть просто вектор поляризации падающего пучка. Я определен, ну, вот так, вектор f и сумма по мю, вот эти вероятности по мю, на среднее значение под спинами. Ну, если у вас в квадрате выбранном базе z, то здесь у вас будет только z-компоненты. Ну, вообще, когда спин, может быть, у вас направлен как угодно. Поэтому эта величина p отличная от нуля. Эта величина отличная от нуля p. Вектор поляризации. Это вот поляризация начального пучка. Вектор поляризаций и вектор поляризации. начального пучка ну и теперь смотрите что у вас что у вас возникает здесь посмотрите, поскольку у вас возникла в сечении вот эта комбинация а ню зависит от фи от азимутального угла рассеяния это означает что у вас в сечении рассеяния появилась асимметрия углового распределения то есть число частиц, которые рассеиваются вправо на угол тэта и число частиц, которые рассеиваются влево на угол тэта будет различным потому что у вас есть верхние дополнительные задачи которые вот это дело определяют то есть будет вот такая величина будет асимметрия коэффициент асимметрии определяет следующим образом мы вот это выражение дадим как dsgbd поминга средняя которая есть вот эта величина а здесь умножаем на единицу плюс альфа возникнуть ню умножить на b вот этот альфа есть коэффициент который характеризует асимметрию вот этот альфа равен реальная часть удвоенная от а сопряженного на b делить на а по мотру в квадрате плюс b по мотру в квадрате а по мотру в квадрате а по мотру в квадрате пусть b по мотру в квадрате теперь если пучок не поляризован падает не поляризован то у конечных у рассеянных частиц может появиться поляризация опять же может появиться поляризация поэтому если вы меряете поляризацию конечных частиц а причем он не поляризован то у вас уже вот этой суммы нет вы должны анализировать зависимость от мюштриха от мюштриха и тогда вот этот вектор поляризации п штрих рассеянных частиц можно определить так значит это есть сумма по мюштрих здесь будет f крест мюштрих здесь будет стоять сигма от мюштрих мюштриха умножить на f мюштриха 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 ну и по всем мюштриха тоже мюштриха мюштриха сумма по всем так ну понятно что мы хотим чтобы это был единичный вектор то надо разделить его на неполяризованное сечение которое есть просто слег от f крест r тогда это будет единичный вектор ну или но видно что это тоже след поскольку по этим интересам есть суммирование это можно переписать в более компактном виде так это есть след f крест сигма f ну поделить соответственно на след от f крест на f ну то есть видно что у вас оператор сигма он вам проверяет что что вот это выражение вам как раз выделяет есть выделенное направление которое появляется оно здесь будет проявлено ну вот теперь если мы подставим в таком виде вот в этом то совершенно очевидно что у вас вот это p будет направлено по нему по нему потому что если член а квадрат не дает вклада b по мудрым в квадрате там тоже спины стоят а не квадрат его не дает вклада поэтому только линейный член дает пропорциональный произведению а на b и тогда получим что это f-штрих равняется β ну и легко увидеть что коэффициент при коэффициент β будет равным 2 реальная часть а ну и поделить соответственно на по мудрым в квадрате плюс b по мудрым в квадрате ну это понятно потому что у вас никаких других комбинаций здесь не может ну и как видите получается интересное утверждение интересное утверждение что во-первых поляризация степень поляризации рассеянного пучка совпадает с коэффициентом асимметрии при рассеянии поляризованного почитаю вот поэтому любое одно мерите либо другое что легче померить асимметрию померить наверное легче если вы приготовите лучше поляризованного вот да еще одно утверждение что поляризация частиц которые появляются она всегда перпендикулярна плоскости рассеяния то есть она направлена по ню штрих частица перпендикулярна плоскости рассеяния но это опять же связано с тем что у вас есть инвариантность относительно обращения времени и инверсии потому что вот этот ню единственный вектор который имеет свойства такие же как сигма по отношению к этим двум преобразованиям потому что он меняет знак при отражении времени поскольку конечное начальное состояние переставляется и он является аксиальным вектором вот есть такие два интересных утверждения то есть видите спина орбитальная рассеянодействие приводит вот к таким двум эффектам что во-первых у вас появляется симметрия если пучок популяризован ну естественно у вас есть выделенное направление поэтому вправо от этого вектора лево от этого вектора у вас будет некоторая разница но причем тут видно что у вас видно что здесь вот входит только на самом деле проекция поляризации на плоскость на перпендикуляр плоскости рассеяния только вот она видна но и тогда будет право-левая симметрия в этой плоскости при рассеянии на одинаковый угол тэта так ну вот все что касается рассеяния я думаю на этом сейчас закончим общий вопрос про рассеяние и теперь займемся рассеянием двух протонов двух протонов значит в чем разница при рассеянии двух протонов по сравнению с рассеянием нейтроновых протонов ну здесь появляются два момента два существенных отличия первое отличие что у вас два протона тождественные частицы поэтому надо что-то учитывать принц паули или там свойство симметрии волновой функции и двух протонов относительно перестановки это раз второе у вас они заряжены частицы кулоновские силы дальнодействующие поэтому даже если протоны пролетают далеко друг от друга и ядерного взаимодействия нет то есть резерфордовское рассеяние ну вот эти два отличия надо да комбинация вот этих двух факторов приводит к тому что сечение протонпротонного рассеяния вообще говоря отличается от резерфордовского но не за счет сильного взаимодействия за счет того что вы должны учесть принцип паули поэтому сечение будет немножко иметь другой вид оно связано с резерфордовским но будет немножко выглядеть по-другому так значит что сначала 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 давайте про тоже действенность поговорим значит вот если у вас в системе центромасс есть рассеяние вот тогда частица летит сюда отклонилась сюда вторая частица летит сюда отклонилась сюда то в том случае когда частицы тождественные у вас вот этот процесс и процесс рассеяния вот такой неразличим в tablespoon в этом случае рассеяние идет на угол θ в этом случае рассеяние идет на угол t- tho вот это гугл ст в этом случае рассеяние п- h- s dan два процесса неразлечения если бы у вас рассеяние было классическим классической механикой то вы бы просто взяли два сечения, вот эти сложили вы бы взяли сигма от петля и сложили сигма от пи-минус петля ну и все теперь, в квантном случае ситуация другая в квантном случае, вы же понимаете, что надо складывать не сечение, а амплитуды поэтому здесь возникает возникает некоторая разница значит, если вы, давайте, мы сейчас напишем амплитуду рассеяния введя все, учтя все обозначения значит, вот есть два протона у него амплитуда рассеяния есть, давайте, два фермиона F от K K-3 S1 и S2 S1 и S2 это проекции спинок так вот, до фермиона вы должны взять амплитуду рассеяния F от K K-3 S1 S2 это вот этот процесс и к ней добавить второй процесс который отвечает следующему F от K-3 F от K переставил частицы и здесь S2 и S1 так, прошу прощения не плюс, а минус до фермиона к минусу к амплитуду С-2 С-1 Вот такие два случая Ну и вот смотрите Значит, если вернемся к двум протонам У нас стоит вот такая комбинация Теперь, как мы говорили Когда две чтицы со спином Одна вторая рассеивается друг на друге У вас рассеяние может идти в состояние Когда полный спин Либо единица, либо ноль В триплетном состоянии Если в триплетном состоянии То у вас волновая функция спиновая Она каким свойством симметрии обладает Относительно перестановки Спин единица Из двух спинов, одна вторая Когда вы складываете Ну понятно, что они должны быть параллельны Поэтому по относительно перестановки У вас волновая функция симметрична Поэтому у вас По вот этим яндексам У вас есть симметричное состояние И тогда Для полного спина S равного единицы У вас амплитуда рассеяния Будет содержать F от K Каштюрик Минус F от минус Каштюрик К А до спина 0 Ситуация обратная У вас при перестановке спина У вас при перестановке спина Волновая функция меняет знак Поэтому вот эта амплитуда Будет отличаться от этой знака Поэтому здесь пойдет комбинация Это F от K Каштюрик Плюс F от минус Каштюрик К Минус Каштюрик К Так Ну и что мы видим Если мы возьмем рассеяние на 90 градусов На 90 градусов То тогда у вас эти два Эти две амплитуды будут одинаковы Когда у вас на 90 градусов Это сюда, это сюда У вас они просто не отличаются Но это означает, что тогда вот эта амплитуда Обращается в ноль Но зато вот эта амплитуда удваивается Это означает, что сечение рассеяния на 90 градусов С инвентом в состоянии Четыре раза больше Для тождественных частей Чем для тождественных С тем же взаимодействием А в треплетном состоянии Сечение вообще ноль В то время как вот здесь Вы всегда были бы имели двойку Классики Классики мы всегда бы имели двойку Так Вот Ну теперь давайте вернемся к протонам И посмотрим, что нам дает кулановское рассеяние Когда частицы пролетают на больших расстояниях Друг от друга И ядерное взаимодействие не участвует В этом рассеянии То, что фактически наблюдал Лизерфорд В своем эксперименте По обнаружению порассеяния Альпичских снарядов Так Значит, амплитуда Волновая функция кулановская Кулановская буква С Будем подозначать Альпир Восемь дотики Будут иметь век, который Немножко отличается от обычного Из-за дальнодействующих сил Из-за того, что кулановская сила дальнодействующая А именно Там будет вот такая асимптотика Где в степени i Значит, здесь будет стоять kz Так, я не знаю Сколько писать А тут еще добавляется Плюс i Это Логарифм k умножить на r минус z Плюс кулановская амплитуда Ну и здесь Миническая волна Которая тоже имеет Вот такую Зависимость Если и k r Плюс Это Минус i Это Логарифм Просто k r Стоит И Делить на r То есть, видите, появилась дополнительная Вот эта фаза Вот эта кулановская фаза Которая зависит от r Это все исключительно из-за того, что у вас Кулановский потенциал падает слишком медленно Параметр e Это известный кулановский параметр Это E Квадрат Подберить На hv Чтобы Для запоминания Удобное сокращение E квадрат на hv E квадрат на hv dv Это скорость частиц Так Ну, а какой вид имеет амплитуд рассеяния Установить легко Надо открыть логаул И посмотреть Там можно найти, что амплитуд рассеяния F Кулановская Равна Минус E квадрат Поделить на 2 nv Квадрат Синус Квадрат Это пополам А тут стоит такая величина Делить на гамма функция От единицы плюс 3 Это Поделить на гамма функция От единицы минус 3 Это Еще вот такая фаза 2 в степени минус i Это Тут стоит логарифм От Минус квадрат Это пополам Ну так Наверное, страшно Правда, да? Но я хочу обратить ваше внимание Что Вот эта часть Совпадает С Борговским приближением Просто Вот эта часть С Борговским приближением А вот эта часть Как видите Она по модулю равна единице И здесь тоже фаза Это означает, что сечение Совпадает с сечением Борговского приближения И дается формула Эльзефорда А все усложнения Вот эти Они касаются только фазы Если бы было просто рассеяние Частица одна рассеивалась На Борговском поле Или Или там Две частицы разные То тогда Ничего бы не было Вот этих вот Амплитуд И тогда просто было бы Сечение Эльзефорда Скоро рассеет Но у вас есть Два протона И вы должны Для рассеяния Вот эту вот самую Вот эту процедуру проделать То есть вы должны Скажем Взять вот эту амплитуду И к ней прибавить амплитуду От угла П-тэта Ну у вас здесь изменится У вас появится космус квадрат И здесь изменится У вас появится космус квадрат И в этой сумме Уже вот эти фазовые множители Никакого образом Не исчезают Не исчезают А получается Что они Они будут Присутствовать Ну и если теперь Сосчитать вот для этих двух случаев И написать Сечение растений Неполяризованное Для двух частиц Вот синьма Средняя Побиомена Оно будет Естественно Значит Синглет у вас В одном случае Из четырех Триплет Это три состояния Из четырех Всего четыре состояния Так что два спина Два спина Одна вторая Всего состояния Из четыре Поэтому это будет Три четвертых Это сигма Триплетная Побиомена Ну и тогда Получается Вот такое Интересное выражение Это будет Е квадрат Поделить Ну просто На массу Протона И В квадрат Все в квадрате Значит там стояло Две массы А приведенная масса Это есть половина Масса Половина То есть просто Масса Протона Стоит Вот А тут стоит Вот такая Суровая комбинация Вот такая комбинация Здесь стоит Ну первое Чинное Резерфордовское Синус Четвертое Слета пополам То, что Дает Резерфорд Второй Шриант Это Рассеяние На Минус Это Здесь Докумбинация На Косинус Четвертый Это пополам Это Минус Это возникло Но еще Есть Интерферационный Член Между Двумя Этими Который Выглядит Так Это Есть Минус Здесь Квадрат 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 Тангенс Я хочу Обратить Ваше Внимание Что Сечение Симметрично Относительно 90 градусов У вас Сечение Не меняет Ну Естественно Такое должно быть Потому что Вы сложили Эти два Процесса Рассеяния на Те И на Пи Минус Те Сечение Симметрично Относительно 90 градусов Вот И Получается Имеет Вот Как видите Довольно Сложный Вид Довольно Сложный Вид Теперь Теперь Значит Еще Я думаю Сейчас я Устаю За оставшееся Время Теперь Если у вас Все-таки Энергии такие Что у вас Протоны начинают Чувствовать Друг друга Сильное взаимодействие Сказываться Начинает То тогда Ситуация Усложняется Но тогда Из-за того Что вы знаете Что у вас Есть Вот этот Самый Кулоновское Рассеяние Вы можете Описать Точно Вы можете Воспользоваться Этим Вахтом Для того Чтобы Извлечь Фазы Рассеяния За счет Сильного Взаимодействия За счет Сильного Взаимодействия Это То Что Называется Кулон Ядерная Интерференция Когда у вас Рассеяние Идет И за счет Кулона И за счет Сильного Взаимодействия То у вас Амплитуды Интерферируют И за счет Интерференции Вы можете Извлечь Извлечь Вот эти Самые Выражения Вот эти Фазы Возможно Ну Для этого Давайте Мы вернемся К парциальному Разложению Амплитуды И кулоновскую Амплитуду Эт Кулоновская Эта Мы запишем Вот так Единица Анатолий Затисывает Стандартный Образ 2 Эка Сумма По Эт 2 Эт Плюс 1 Здесь стоит Е в степени 2 И Дельта Кулоновская Эльта Минус 1 Я пока Спины вообще Не учитываю На П Эльт Откосе Успета Где фаза Е в степени 2 И Дельта Эльт Она Дается Вот этим Выражением Дамы Функция Эль Плюс 1 Плюс Это Поделить На Гамма Функцию От Эль Плюс 1 Минус 3 Вот это Кулоновская Фаза Теперь Что Делает Сильное Взаимодействие Сильное Взаимодействие Вам Добавляет Фазу Восемь Тотики Восемь Тотики Фаза Получается Не просто Кулоновская А Она Скажу Поэтому Скажем Если только При низких Эмергиях У вас Тес Волна Ядерном Рассеянии То Фазу Дельта Дельта Ноль Вы Написать Плюс Дельта Дельта Пересильная Как бы Идем Дельта Дельта Полная Я напишу Тотал Дельта Тотал Есть Сумма Фаз У вас У вас Появляется Фаза За счет Дополнительная Фаза За счет За счет За счет За счет За счет Сильного Взаимодействия Но Причем Вообще Говоря Эта Фаза Она Не Есть Фаза Которая Чисто Кулоновским Чисто Ядерным Взаимодействием Потому Что Присутствие Кулона Вам Эту фазу Меняют На самом Дельта Поэтому Тут Все Не так Просто Фактически Даже Асимптотика Прикарованного Нулю Меняется Потому Что Если Вы Возьмете Дельта Ноль Кулоновскую Прикарованную Нулю То Вы Получите Что Дельта Ноль Пропорционально Е В степени Минус Два Пи Дельта Ноль Фаза Дельта Ноль Пропорционально Е В степени Минус Два Пи Дельта 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 Фактически Проницаем Кулоновского Барьера Потому Что Чтобы Почувствовать Сильное Взаимодействие Два Протона Должны Превдолеть Кулоновский Барьер Подойти На Низкое Расстояние Ну и Поэтому Естественно Там Умывает Функция Пады И За счет Того Что Есть Такой Барьер У У Вас Эта Фаза Будет Отличаться От Фазы Если Не Было Кулоновского Взаимодействия Ладно Хорошо Ну а теперь Тогда Давайте Возьмем Эту Амплитуду Раз У вас Появилась Вот такая Добавка Амплитуда И Модифицируем Скажем Если Только У вас Писав Вот здесь Единица На 2 И К А здесь Я напишу Е в степени 2 И Дельта 0 Кулоновская Плюс Дельта Л Дельта 0 Вот это Дельта 0 Сильная И Минус Е в степени 2 И Дельта 0 Кулоновская То есть Мы из Амплитуды Вот Этой Вычлили Кулоновский Вклад И Добавили Вклад Который Содержит Сильное Взаимодействие Ну Поэтому Вот Появилась Такая Добавка Просто Кулоновское Словом Модифицировали Ну А теперь Проделав Ту же Самую Процедуру И Возведя Все Это Дело В Квадрат Нужным Образом Повторить Плоточисления Которые Делали Содержит Здесь Мы Получим Что Я напишу Справедную Формулу Одну Д Сильма И на этом Мы сегодня Закончим Д Сильма В Омега Равняется Д Сильма Кулоновская Вот Кулоновская Де Омега Естественно Первый Акклитуды Минус Здесь Е Квадрат На Масса Процедуна В Квадрат Все Квадрат Так А тут Стоит Вот Такая Комбинация 2 Поделить На Это Синус Дельта Ноль Этот Синус Умножается На Такую Дробь Синус Квадрат Четы Пополам Косинус Квадрат Четы Пополам Ну Это Подобие Вот этой Интерференции А здесь Стоит Не так Не так Не так Тут Стоит Синус Квадрат Пополам А тут Стоит Косинус Дельта Штрих От Пета Плюс Вторая Дробь Здесь Стоит Косинус Квадрат Стоит Пополам А здесь Стоит Косинус Дельта Два Штриха От Дельта Где Что такое Дельта Два Штриха И дельта Я сейчас Напишу Так Нет Еще И все И еще Так Первая сумка Закрывается Плюс Четыре На Это Квадрат На Синус Квадрат Дельта Дельта Сильного Дельта Сильного Вот Дельта Сильного Теперь Что такое Дельта Штрих И Дельта Два Штриха Дельта Штрих Равно Дельта Ноль Это Фаза Сильного Взаимодействия Плюс И это Логарифм Синус Квадрат Дельта Пополам Добавка Клонов Дельта Штриха Отличается Замена Синус На Косинус Естественно Потому что Угол К этой Пи Минус Синус Дельта Дельта Ноль Плюс Это Логарифм Косинус Квадрат Это Пополам Вот Такое Появилось Такое Монстрообразное Поведение Вот Но я Хотел Обратить Ваше Внимание На То Что Вот Здесь Стоит Фаза Нечетная Степень Синус Дельта Нечетная Функция Фаза Это Означает Что Вы Из Этой Формулы Подгоняя Экспериментальное Весочение Можете Определить Не только Величину Фазы Но Ее Знак Тоже То То Фаза Определяется Полностью Вот Это Явление Как раз Вот Это Есть Кулон Ядерной Интерференции Кулон Ядерной Интерференции Вот Она Вам Дает Такую Возможность Определить Фазу Ну И Это Сечение Которое Получается Оно Выглядит Так Вот Не надо Не надо Ничего Перезагружать Выглядит Вот Так Значит Если бы Сейчас Свет Выключим То Смотрите Вот Здесь Такое Возвечение Значит Вот Кулонов Свет Видите Вот Такое На 90 градусах Замыляется Вот Ничего Нет Ядерное Сечение В С-волне Нужно Быть Постоянное Сечение От Улов Не Зависит Живите Здесь От Нуля До 180 Грабусов А Кулон Плюс Ядерное Замедействие Видите Вандер Как Нукотик Она По-прежнему Остается Симметрична Относительно Эта 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 Должна быть Всегда Каждая Частица Но Видите У вас Отличие Довольно Заметно У вас И от Этого Отличается И от Кулона Отличается То есть Эта Фаза Отсюда Определяется Достаточно Хорошо Потому что Видите Есть Большое Отличие Одно От Другое Ну Вот Это Физика Которая Развивалась В 50-х Годах Вот эти все Измерения Фаз Они Начались В 50-х Годах Создали Ускорительные Протонов И Начались Рассеяние На водороде Делать И Тогда Стали Извлекать Фазы Сильного Взаимодействия Фазы Рассеяния И Дальше Коль Скоро Вам Как выглядит Потенциал Сильного Взаимодействия И Вот Следующая Лекция Как раз У нас Будет Посвящена Свойствам Ядерных Сил На этом И Сегодня Давайте Закончим